Светофоры «Дайте визу» едет скорая на вызов. Если бы уличные средства регулировки движения могли самостоятельно выбирать режим, то в новогодние праздники светили зелёным. Кареты скорой помощи без устали носились по городу, выезжая на рекордное количество вызовов. За 9 дней, то есть с 31 декабря по 9 включительно, скорая помощь выполнила 2729 вызовов. Если брать по нормативу, то по нормативу у нас должна работать 21 бригада. И вот эти 21 бригада должны в сутки выполнять 8,2 вызова на одну бригаду. У нас получилось за эти дни в среднем 23 вызова на одну бригаду. Телефоны раскалились, диспетчеры круглосуточно несли дежурство без перерыва, отвечая на звонки горожан. Порой допивать чай и доедать бутерброд приходилось на ходу. В то время, когда люди сидели за накрытыми столами, работникам не от ложки перекусить было некогда. Несмотря на то, что автопарк скорой помощи обновлён, людей катастрофически не хватает. И тем, на чью долю выпала работа в новогодние каникулы, трудились и в авральном режиме. По прошлому году в среднем получилось 14 бригад. Это норма? Нет, должно быть 21 бригада. К сожалению, даже учитывая, что у нас есть своё медицинское училище, извините, медицинский колледж, люди не идут работать. Работа тяжёлая, работа, я вам скажу, даже опасная. По статистике, самой распространённой причиной вызовов стали острые респираторные заболевания. С жалобами на недомогание и высокую температуру обратили 625 человек. Из них 435 случаев приходилось на заболевания детей. На втором месте обращения, связанные с повышенным давлением. А вот типично новогодних звонков по поводу неосторожного обращения с пиротехникой или отравления алкоголем, к счастью, не было. Работая в авральном режиме, врачи и фельдшеры скорой помощи приоритет отдавали тем случаем, где в данный момент была реальная угроза жизни. Это треть от общего числа обращений. К сожалению, в эти новогодние каникулы некоторым пациентам приходилось подолгу ждать приезда врачей. В социальных сетях тут же началось обсуждение медлительности бригад, но тому есть объективные причины. Когда идёт ухудшение состояния у человека с хроническим заболеванием, или какое-то заболевание, может быть, даже острое, но которое не несёт особой опасности для человека в данный момент. Эти все вызыва называются неотложными. По нашему приказу эти вызыва, временной период для их обслуживания не определён. У нас написано так в приказе, что неотложные вызыва обслуживаются любой свободной общепрофильной бригадой при отсутствии срочных вызовов. Подводя итог 2016 года, на случай дорожно-транспортных происшествий бригада скорой помощи приезжала без задержек, гораздо раньше отвезённых на подобный вызов 20 минут. Пять раз на врачей и фельдшеров совершались нападения, а звонки некоторых граждан из-за нецензурной лексики в адрес медиков нельзя воспроизводить в эфире. Тем не менее, ежедневно и в круглосуточном режиме работы бригады спешат туда, где требуется скорая помощь и просят горожан только об одном – с пониманием относиться к их нелёгкому труду. Лариса Юровская, Игорь Щенников, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир.